привет господа пчеловоды сегодня у нас 1 августа погода у нас также в районе 18 и 20 с дождями сыростью ну как всегда ничего здесь нового но считается что стало теплее жарче и что якобы раньше было в это время намного холодней но вот по моему тоже кажется что раньше было немножко холоднее чем сегодня и я сейчас по разговариваю с пчеловодом который одним из подписчиков который мне задал такой вот вопрос прошлых лекциях вы говорите я говорю что я против обсушки и про заброс не давать пчелам и вопрос такой что после откачки к хранить сушь я могу но это мое личное мнение но она не только у меня уже такое личное а сегодня уже достаточно много блогеров которые тоже пришли к такому выводу что обсушивать рамки или давать заброс ну по поводу заброс это нет не так много вот обсушивать рамки это не очень хорошо но там другие причины блогеры пересказывают другие причины лично у меня после того как я я же говорю что я очень много слушал кашковского очень много все его лекции теперь последние два или три года практически абсолютно все его лекции и все его последние лекции начальные еще у перепалова и везде просвечивается один след так как мед имеет кристаллы благодаря этому пчела портит мембрану между двумя желудками а это назематоз об этом очень много рассказывает кашковский и исходя из этого он тоже говорит что не надо осенью заставлять пчелу перерабатывать есть пчеловоды вот например деревенщина но это я еще тогда в те годы когда он очень сильно умничал меня немножко тошнило и я ему написал зачем ты проповедуешь кашковского и заставляешь пчелу перерабатывать мед вот тот незапечатанный мед который на рамках незапечатанный он его выкачивает наливает кормушки и пчела по новой начинает работать с медом как бы запечатывая по новой рамке и я ему тогда написал зачем ты заставляешь зачем ты насилуешь чего и заставляешь кашковский об этом не говорит что кашковский говорит что мед имеет кристаллы и благодаря этому назематоз на что он мне просто ответил алло это же мил о каком кристалле ты ведешь речь ну на этом наше общение закончилось но вот я к чему веду разговор что из всех лекций кашковского явно вырисовывается одна картина во-первых обращение к пчеловодам что на сахаре то бишь вода и сахар пчела лучше зимой лишь благодаря тому что нету кристалла меда и она не портит за зиму она не портит себе вот вот эту самую трубку и что к весне она меньше поносит нежели пчела которая сидит на меде но при этом он подчеркивает других лекциях говорит что мед как бы необходим для зимовки и короче во всех этих его лекциях я заметил вот эту муть который я же задавал себе сам вопрос почему у меня нету этих проблем с воротозом нету проблем с роями нету проблем с болезнями я это не свожу потому что у меня пчела зимует на лекарственном сиропе нет просто вот вот эти вот нюансы они очень маленькие но они уже стали для меня объяснимой что когда раньше я был обычным пчеловодом я об этом много раз говорил и так как наука 19 века просто заставляет делать об сушку потому что в рамках зиму якобы остается много там микробы химия там всякое бла-бла-бла и надо чтобы пчелы обсушивали это наука 19 века я с ней спорить не буду так я могу еще даже добавить все это правильно это в теплых регионах мне кажется что это должно быть так потому что теплые регионы и наши регионы у нас холодильник а у вас этот как там камера камера где пищу разогревает как называется поэтому два разных континента и совершенно другие химии и поэтому у нас моль практически она живет только в уле на улице в ящиках она не живет даже летом в жару вот весной где-то примерно в мае и в конце мая и начало июня если рамки очень плотно между собой зажатые то там в некоторых рамках заводится моль вот почему-то она не распространяется вот как в ташкенте когда я складывал рамки там вот если рамки чуть-чуть близко я всегда между ними делал один сантиметр даже в этих случаях вот эти я их подвешивал под крышей весь чердак был в рамках за счет высокой температуры и обсушивания моль якобы не заводится какой там если уж она завелась то под крышей сто или 200 рамок за месяц ничего не остается поэтому вот так как подписчик я думаю с теплых регионов я к этому дойду я самого главного забуду почему я перестал этим заниматься в один год я просто напросто физически не успел дать пчелам на обсушку и вот это вот баррикада баррикада этих рамок у меня они остались на улице я и даже в теплое место не занес они на улице остались в ящиках в этой сырости и большая часть рамок так как на улице у нас эти рамки промерзают они синеют краснеют чернеют но я заметил одну такую фишку рамки которые без обсушки на них же остается мед они у меня практически не пострадали это первое второе это я пересказываю плюсы которые заметил в один год лишь только потому что физически не смог справиться с тем чтобы отдавать на обсушку второй большой плюс так как весной рамки когда суш берешь и ставишь вот в этом самом апреле или май месяц пчела очень тяжело на нее идет она очень долго подготавливает рамку чтобы мать туда зашла и начала работать это все с этим сталкиваются и у всех вопрос что как заставить пчелу во-первых залезть вот когда ставят вторые этажи намет пчела не идет на вторые на третьи этажи она рикошетом отскакивает от суши а вот когда вы ставите именно вот эти вот грязные рамки я сейчас говорю про скандинавию про северные регионы сибирь урал и про теплый регион у меня отдельный разговор это не касается наука это не как вот эта наука она не касается общепринятая поэтому вот у нас так как холодно эти рамки на них моли нападает это первое во вторых она не синеет не краснеет не чернеет от сырости во вторых и в третьих когда ты ставишь вот именно на вторые или третьи этажи и так как ты же это делаешь в конце мая в июне вот этот мед он стану вообще вся рамка становится жидкой она красивая как будто вот и только вчера мед из нее откачал и пчела мгновенно на нее запрыгивает ее не надо заставлять на сушь запрыгивать на эту грязную рамку она запрыгивает мгновенно матки на них сеет бы быстрее в два раза чем на суши и честно говоря я не знаю насколько правильно эта наука что наука 19 мега что надо обязательно заниматься очистка этих рамок чтобы пчела обсушивала я в этом нашел огромный минус так как я раньше давал на обсушку то именно вот обсушивать мы начинаем с июля месяца это после того как мы откачиваем мед июля август я заметил такую муть что после того как вот те семьи которые в основном отдаешь сильным же семьям на 3 на 4 на 10 этажи и они мгновенно все это слабым мы не даем так так устроен человек зачем насиловать слабых когда мы насилуем сильных так вот эти сильные уже в числах начинают в числах 1 августа по 10 августа семьи уходит в ноль вот именно те семьи которые занимались обсушкой так как было допустим 5 6 этажей а через десять дней заглядывает во первых ты обращаешь внимание что лед перестает лед нету лету у пчелы ты заглядываешь туда пчелы там нету ты заглядываешь на первый этаж а там уже остается пчелы на 5 на 6 рамках на 5 6 на 8 рамках расплод а пчелы на 6 на 6 рамках и ты в ужасе думаешь но это си сегодня общепринятое пчеловодство называет это слетом это самые умные это самые умные самые образованные пчеловоды они вообще это шедевры это как это сказать двигатель российской не российской а общепринятого пчеловодства которые вот это начинают называть слетом полетом и все остальное у кашков ского это называется назематоз который в течение 10 дней срубает семьи за 8-10 дней с 10 с 10 где со 100 рама состав но у меня что конечно не бывало это очень редкий случай когда было 100 в основном это 60 рамок вот 60 рамок за 10-12 дней остается 5-6 рамок это ровно 10 дней если вы придете на 13 на 15 день там уже две-три рамки с пчелой и 8 рамок с расплодом это потому что я уже привык к этим всем срокам потому что я на это натыкался всю свою жизнь а так как у кашковского с громко и с выражением он объяснял эту кухню я понял название своих проблем и название этих болезней и поэтому все это получалось именно после обсушки я сегодня именно вот я перечислил эти три причины по которым я не делаю обсушку но проблема с наматозом и и стало меньше конечно из десяти семей одна или две все равно выходят если раньше было три-четыре то сегодня 1 2 не было у меня такого года чтобы из 10 все 10 ушли в зиму такого не было обязательно одна семья с назематозом она уходит который превращается в ноль я имею ввиду а это назематоз и семья в ноль и в первую очередь именно эту матку сразу выдергиваешь и ложишь к малышам у которых или нужна матка или без бы я этих способов вам миллионы верения миллионов много способов показывал как я 8 запускаю и безматочные семьи в течение зимы что я с ними делаю и с матками и вот эти во все комбинации ход конем 1 2 3 все это вам показывать поэтому вот пчеловод который меня спросил по поводу что же делать с рамками сушью который в теплых регионах так как я в ташкенте моль мгновенно заводится и мы между рамками я вот во первых сначала во все улья все улья пустые улья там полный битком набьешь эти рамки а его 24 рамки последние потом ставишь заставную банку с серой там чайную ложку серый поджигаешь и она в течение какого-то времени все эти рамки дымились моли на этих рамках практически маленький даже вот когда под крышу повесишь очень маленький процент была моль или же я еще брал пакеты целлофановые большие и вот так вот так ложишь но это тогда у меня там было всего-то 30 семей не не так много поэтому это было легко и рамку ложишь этот листок ореховый эти листья ореха положишь и вот так накладывал большую стопу и все это в мешках целлофановые были большие целлофаны мешки или ящики опять-таки снизу полынь орехи сверху полынь орехи но на сегодняшний день много всяких сегодня уже и пижма и все такие сильно пахнущие растения и поэтому сегодня уже много много блогеров которые в теплых регионах они реально знают как спасать эту рамки я уже 20 лет не живу в ташкенте и всю эту кухню я забыл это то что сейчас примерно вспоминаю то и говорю а у нас швеции мой это это очень редкий товар зато мурашей и этого хватает добра поэтому я перечислил причины почему я перестал заниматься обсушкой вы просто подвергаете свою пчелу риску тому что вот она все лето отпахала на меде и у ней не было назематоза в тот момент как вы только начинаете перерабатывать старыми или же обсушивать рамки или же вот как этот бывший как его короче не занимайтесь этой ерундой старайтесь самое надежное чтобы действительно как я уже в своих разговорках вам рассказывал что даже самые тяжелые семьи которые были с назематозом так как они не берут сироп но они цедят сквозь зубы лекарственный сироп то эти семьи на 90 процентов они доходили до мая месяца а там как отец разрешит бывает что и сильные семьи дотягивали до мая а в мае сыпались а эти бедолаги дотянули до мая и если опять-таки ты им помогаешь они продолжают жить но у меня будет другая тема по поводу вот этих семей которые дотягивают до мая у нас все ж таки тепло начинается после 25 мая первые потепления после 25 мая так что не буду больше задерживать чем вспомню я договорю пока пока